Всем привет, добрый вечер, разговор за чашкой чая. Сегодня я приготовила тему, которую как бы спросили, но она у меня как бы выразилась в другом несколько виде. Минусы жизни в Англии я как таковых особо сильно много не нашла, но я хотела бы показать некоторые правила, которые совершенно идиотские, которые я, честно говоря, не понимаю. Есть такие вещи и может быть сделать это более интересным в смысле немножко рассказать о традициях. То, что было традицией, стало законом или правилом, и, в общем-то, англичане не намерены с этим расставаться. Итак, разговор за чашкой чая, традиции в Англии и необычные правила. Значит, прежде всего, тем, кто не знаком со структурой парламента Великобритании, существуют две палаты – House of Lords и House of Commons. А называется это Палата Лордов и Палата Общин. Палата Общин избирается населением, а Палата Лордов назначается. Лорды, кстати, раньше всё это передавалось исключительно по рождению, по наследству, то есть голубая кровь, она так и передавалась детям и внукам. А сейчас вот этот титул, он может быть дарован королевой. Точно так же, как Найтхуд. Найтхуд – это рыцарство. И вот когда называют сэр, например, Элтон Джонс стал сэром, за определённые заслуги в какой-то области, например, музыки там или ещё где-то. Или точно так же, как Том Джонс. То есть какие-то привилегии даются и рыцарство, вот это вот Найтхуд. И тогда уже к слову, к имени представляется слово сэр. Или лорд – это следующий как бы уровень. Лорд – это тоже представляется перед именем. И эти титулы сейчас раздаются или даются за определённые заслуги. Итак, значит, в Великобритании в парламенте две палаты. Палата лордов и палата общин. Когда прошли выборы, и на выборах побеждает, может победить в принципе любая партия, в отличие от России. То Тори, то либористская партия. До предыдущего правительства у нас была коллекционная, когда большинство, на равное число досталось и либерально-демократической партии, и консервативной. Тори и консервативная – это одно и то же. Значит, тогда было коллекционное правительство. И тогда там решается превосходящая партия, кто будет премьер-министром. В общем, премьер-министром становится всегда человек, который является лидером партии, победившей на выборах. Так вот, традиция. Королева, и я вам объясню, почему монархи вообще, королева или король, после определенного времени в истории Великобритании или в истории Англии перестали соваться в политику. То есть они совершенно не принимают никакого участия в политических каких-то решениях и так далее. То есть там у них есть определенные регалии и есть определенные атрибуты. То есть это исключительно показное все. А на самом деле слова никакого во внешней и внутренней политике страны они не имеют. Так вот, когда политическая партия победила, королева должна пригласить лидера этой партии для того, чтобы попросить его или ее, как вот в нашем случае сейчас Терезе Мэй, попросить сформировать новое правительство. И это закон, это, в общем-то, у королевы никакого выбора нет, она просто должна это сделать. И это так называемая традиция, то, что становится автоматически как-то на протяжении многих веков становится законом. И, в общем-то, следуется совершенно, знаете, трепетно вот так. Англичане вообще очень относятся трепетно к своим традициям. Некоторыми они смеются, я вам сейчас расскажу. Продолжение следует...